нет ребят это я не балуюсь это я хочу плавно вас ввести сегодняшнюю нашу тему про маски бывают маски плохие бывают маски хорошие вообще нужны ли они нам в принципе я думаю что это интересно давайте разбираться здравствуйте дорогие друзья сегодня мы поговорим о можно сказать лицах точнее то что эти лица скрывают о масках что такое маски лиц идеи актеры это все продолжение нашей предыдущей с вами темы голливуда маска это то что всегда во все времена одевали актеры для того чтобы изобразить кого-то или что-то маска это некое прикрытие либо защита от кого-то маска это маска всегда не существовали у актеров у людей понятно что они у нас есть тоже и собственно что такое маска у человека эта маска это та роль которую сегодня играет он может играть маску полицейского может играть маску родителя он может играть маску довольного чем-то всегда мы с вами играем и маска нам об этом очень очень сильно конечно же помогает и по большому счету маска это я я добрый я злой я выспавшийся я не выспавшийся но это я то как меня видят люди то кем я являюсь это моя маска мы меняем наши маски всегда зависимости от ситуации в которой мы данный момент находимся может быть вам кого когда-то приходилось видеть я уж точно видел и иногда так сам делал бывает знаете заходишь на какую-нибудь вечеринку и там сидит большая группа людей да вы в нее входите в эту группу начать с ними общаться и бывает что в этой группе находятся люди которые вам абсолютно не интересно а даже иногда вообще неприятно но вы надеваете маску что вам на них все равно вы с ними общаетесь ровно столько же сколько вы общаетесь со всеми остальными бывает что вы доходите на какую-то вечеринку да и там есть много групп то есть здесь это интеллигенты здесь сидят не знаю музыканты музыкант это не то что они они не интеллигенты тоже когда занимался музыкой да ну просто и между что есть читают пушкина здесь слушают джаз и как бы вы заходите то в одну компанию вы надевать маску пушкинистого заходите в другую компанию вы одевается маску джазмена то есть как бы вы меняете эти маски зависимости от ситуации и на самом деле если наблюдать со стороны за таким человеком это знаете такая игра великого актера то есть как бы видите как он меняется как меняются настроения как меняется его внешность даже это такое некое как сказать спектакль такой большой иногда эти маски мы одеваем с вами сознательно то есть когда вы заходите просто меняетесь да лицом либо даже поведением и своей внешности в целом потому что вы находите разные компаниях иногда вы меня меняете их сознательно то То есть, ну, я думаю, что чаще всего самый простой пример, это когда вам кто-нибудь рассказал анекдот, а вы самое лучшее, что в этот момент вам приходит в голову, засмеяться, потому что либо он не смешной, либо еще что еще хуже, вы его знаете, но вы со мной смеетесь. И вы эту маску одеваете сознательно, то есть вы понимаете, что это не смешно. Почему вы смеетесь? Потому что либо это ваш начальник, либо это человек, которого вы не хотите обидеть, да? Либо же просто, как я сказал уже до этого выше, вам, не знаю, к вам приходит ваш ребенок, кстати, самый очень интересный такой пример, приходит ваш ребенок, либо какой-то малыш просто подходит к вам и говорит там, папа, папа, мама, мама, смотри, я придумал стихотворение, и вы, он рассказывает вам стихотворение, ну, совершенно без рифмы. Сегодня моя дочь утром мне рассказала стихотворение, которое абсолютно отсутствовало рифма, но в ее понимании это стишок, очень хороший, что я сказал, сказал, вау, классно, можно ли назвать это обманом? Может быть, в какой-то степени, но в этот момент я одел маску такого доброго, хорошего папы, которому действительно понравилось стихотворение его дочери. И что от этого плохого? Ну, ничего. Ребенок был счастлив. И знаете, я сейчас вспомнил, пока я с вами общался, что в самом начале нашей совместной жизни с моей супругой как-то я сидел на кухне, и зашла моя теща, дай бог ей здоровья, очень хорошая женщина, она зашла на кухню, значит, и сказала мне, мол, еще приятного аппетита, я сказала ей спасибо. Она начала мыть посуду, и вдруг она меня спросила, скажи мне, пожалуйста, мой дорогой зять, учит ли вас в Ешиве, то есть в Равинской академии, которую я имел счастье закончить, учит ли вас в Ешиве, в Равинской академии, значит, как общаться с разными типами людей? Я не понял тогда, в чем вопрос, и я переспросил ее, она мне ответила следующее, что я замечаю, как ты общаешься с моей женой, ну, то есть я общался нормально, да, надеюсь, я замечаю, как ты общаешься со мной, и я вижу, что как бы, ну, от абсолютно разных два вида общения, и они подходят, ей приятно, комфортно общаться с тобой, и мне тоже в этот момент с тобой приятно общаться комфортно. Я сел тогда, проанализировал, я понял, что действительно я тогда, не то чтобы два разных человека, но я общаюсь разными словами, даже что скрывать дальше, то, что, как я сейчас с вами разговариваю, сейчас я уже одел маску такого, знаете, преподавателя, лектора, называйте, как это хотите, да, понятно, что я так не общаюсь в жизни, потому что сейчас такие обстоятельства, я одел эту маску сознательно. Откуда у нас появилась вот эта привычка одевать маску? Ну, то есть, по-хорошему, давайте вести себя такими, каким мы есть на самом деле. Это очень интересно. Мы с вами одеваем маску с самого нашего с вами рождения, с самого-самого рождения. Какая это маска? Когда мы еще с вами не умеем разговаривать, но мы очень хотим есть, и мы не знаем, как об этом сказать нашей маме или папе, что мы делаем? Мы кричим. Крик сегодня в нашей жизни, когда мы с вами уже выросли, это проявление чего-то отрицательного, да, как бы. То есть, если я сегодня хочу есть, я подхожу к своей жене или к маме, я говорю, мама, жена, я хочу есть, мне не нужно одевать маску, я голодный. В этот момент, причем, может быть, у меня маска такого злого человека, да? Но когда ты ребенок, ты не знаешь, как это сказать, ты орешь. То есть, как бы это, ну, нелогично. Я хочу есть, и делает ребенок. И мама понимает, что в данный момент ребенок проголодался. Иногда мы одеваем маску, знаете, такие моменты, когда очень хочется кого-то ударить, но ты одеваешь маску такого битчевого человека. То есть, по идее, это тоже некая игра, такой актер. Я бы сейчас, мне было бы проще просто дать ему в морду, но я делаю лицо, что мне все равно, либо я делаю лицо, чтобы я обиделся, и я выговорю ему все в лицо, и на этом конфликт может закончиться, а может быть и нет. То есть, это маска такого выхода из этой ситуации. По идее, просто ударь и все, да, либо наоборот. Кстати, как раз-таки наоборот, когда ты хочешь кого-то похвалить или кого-то приободрить, да, то ты можешь подойти и похлопать его по плечу. В разных религиях и в разных этносах все маски, они различные, но по большому счету, как бы, есть плюс-минус похожие вещи. Даже есть маска вот этого даканье. Ну, то есть, откуда она произошла? Понимаете, по-моему, у японцев как раз-таки, когда этот человек дакает, да, извините за мой русский, то это не то же самое, что у нас. Угу, 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 что это такое? Скажи «да», «нет», что ты машешь головой? Это такая, либо тебе лень, либо просто, как бы, вот, знаете, когда человек с тобой разговаривает и делает вот так, что это значит? Он может в этот момент вообще тебя даже не слушать, но у тебя создается впечатление, что он тебя сейчас настолько внимательно слушает, у него такая классная маска слушать или вот это. Это известная вещь. Но вернемся к первому вопросу, который мы только что пытались обсудить. Стоит ли вообще не одевать эти маски? Рассказывают про одного раввина, к которому пришла женщина, к году так, наверное, в 80-70-х, и спросила. Знаете, рэбе, знаете, раввин, я была всю жизнь хиппи, но вот сейчас я ударилась в религию, так сказать, и вот совсем скоро у меня хупа, у меня свадьба. Я бы хотел рассказать своему будущему мужу всю мою прошлую историю. Ну, то есть, то, как я была хиппи. Я творил, если честно, не очень приятные иногда вещи, но я бы хотел вот прям от и до. Я не хочу скрывать от своего мужа ничего. И этот раввин тогда я сказал следующее. Знаешь, может быть, это не очень раввинский ответ, но не все нужно выкладывать на стол из своей прошлой жизни. То есть не нужно об этом врать. Ну, рассказывать все, ну, нет, так, с острой необходимости. И парадокс в том, что, видимо, она этот ответ не услышала или не прислушалась, потому что потом, чуть позже, раввин встретила ее мужа, который, ну, если честно, был в небольшом шоке, потому что после того, как они поженились, она сказала ему, дорогой, у нас не должно быть никаких секретов, и она ему все выложила. И у него, как бы, он же все-таки видел одного человека до хупы, до свадьбы, а сейчас после свадьбы видит немножко другого человека. И, мягко говоря, ему было немножко дискомфортно. То есть, наверное, все-таки маска это что-то хорошее, что-то помогающее нам. Единственное, что нужно как-то ими правильно пользоваться. Другими словами, снимать маску это опасно, и иногда нецелесообразно. Опасно для кого? Для окружающих. Мы тем самым оберегаем их от нас самих. То есть, я не хочу иногда лично кого-то обидеть, либо наоборот, кого-то перехвалить. Знаете, самая известная маска мамы, я это называю. Когда мама дико рада успеху на своего ребенка, но она не показывает вида. То есть, как бы, тоже что-то, какой-то подмен идет. То есть, она бы хотела прыгать от счастья, радоваться, я не знаю, там, позвонить всем своим знакомым, подружкам, но она говорит, ты можешь лучше. Все было хорошо, но ты можешь лучше. Это такая-такая, некая маска мамы в успехах, я называю ее. Доказательство тому, что снимать маску опасно, знаете, можно очень простое привести. Что такое маска? Маска – это то, что закрывает. Теперь маска все-таки закрывает ваше «я». Где хранится ваше «я»? Вот во всем этом. Есть духовное мое, есть мое физическое, то, как я выгляжу. Темный галстук, белая рубашка, так далее. Это мое «я». Так вы меня воспринимаете. Вы меня спросите, ну это действительно ли я? Ну, конечно же, нет. У меня есть другая одежда, могу переодеться, могу одеть джинсы, и буду немножко другим «я». Так как докопаться до моего естественного «я»? Представьте себе, что, например, вы пришли к какому-нибудь профессору, и он говорит, я хочу видеть твое «я». Давай-ка разденься. Знаете, многие религии очень отрицательно относятся к ноготе. Почему? Послушайте. Этот профессор, он говорит, разденься. Вы раздеваетесь. Он говорит, нет, я вижу тебя голым, но это не твое естественное «я». Давай снимай кожу. И вот, допустим, представьте себе эту сумасшедшую мысль, ну представьте себе, вы снимаете с себя кожу, что он видит мышцы, и, собственно, ваше мясо. Говорит, нет, есть что-то еще глубже. И вы, допустим, снимаете с себя мышцы, что он видит в конце концов скелет. Вопрос тебе следующий. Скелет – это вы? Конечно же нет. Скелет – это скелет, это кости. Они как бы все. Если у них нет мышц, они не обрастают ничем, то они бессмысленны. Как бы кости есть кости. То есть, вы полноценные, вы, вот это ваше «я», это все вместе, это одна картинка. Получается, что и маска, которую вы носите в данный момент, либо всегда, это тоже вы. Она полезна, она нужна. Без нее с вами никак. Но все-таки некоторые из нас продолжают и стараются снять свою маску. Знаете, говорят, я… Вы воспринимаете меня таким, какой я есть на самом деле. Ну, типа, я не хочу там прятаться, да, играть. Окей, что из этого получается? Ко мне на занятия ходит, не буду говорить, парень или девушка, чтобы никого не обидеть, человек, который всегда мне говорит, знаете, мой еще я, вот такой человек, какой я есть. воспринимаете меня или нет. И каждый раз этот человек ведет себя на занятии абсолютно по-разному. Иногда он меня просто бесит, иногда я им восхищаюсь. Ну, как бы, я, знаете, если честно, я бы хотел, чтобы всегда я им восхищался. То есть, вот это его я, внутреннее всегда, типа, я такой, какой я есть, масок я не ношу, оно мне мешает. И это то, о чем я хотел как раз таки с вами говорить, что, может быть, все-таки бы стоило одеть такое хорошее я. Парадокс только в том, что общество, в котором мы с вами живем, заставляет нас одеть маску, понижающую нас самих. То есть, что я хочу сказать, что, если бы мы действительно говорили все, что мы думаем, да, в лицо человеку, то мы бы его оскорбляли. Поэтому, что у нас делает с нами? Общество, оно нас занижает, оно ущемляет наши права. Типа не стоит, не надо говорить всю правду. Это может кого-то оскорбить, обидеть, и тебе от этого станет хуже. То есть, маска, она как бы тебя защищает, с одной стороны, с другой стороны, она тебя немножечко сужает в твоих же собственных глазах. И это потом может перерасти в очень отрицательный момент того, что как бы ты просто забьешься сам в себя. Тебе будет дискомфортно с этим. Но, как с этим быть? Очень просто. Это должно быть все комплексно, это должно быть очень правильно. Без этого никуда не деться. Существует ли в принципе вот это «я без маски» настоящее? Ну, скорее всего, нет. Давайте поймем на примере очень интересной истории про Райба Акива, величайший мудрец евреевского народа. Однажды он вступил в полемику с политинским правителем. Его еще евреи называют Тиран Руфус. Значит, очень интересная история. История состоит в том, что они спорили, что выше, природа, либо человек. Как вы думаете, что говорил Райба Акива? Конечно, человек. И Руфус его спрашивает. Он говорит, что выше, природа и человек? Говорит, и вообще Бог? Говорит, Акива, ну, конечно, природа, это все высокие вещи, но Бог, конечно же, выше. Руфус его говорит, а Бог, он прям идеально сотворил весь мир? Он говорит, ну, конечно, идеально. Руфус говорит, тогда почему ты обрезаешься? Ну, если ты такой идеальный, и весь мир идеальный, ты тоже, значит, идеальный, значит, ты не должен обрезаться. И Райба Акива сказал ему очень интересную мысль. Он говорит, смотри, то, что я обрезаюсь, это не значит, что я что-то доделываю. Это значит, что я что-то улучшаю. То есть, выйдите на улицу, увидите деревья, растут деревья, и эти деревья не сами стали предметом вашей мебели, стол. То есть, можно ли сказать, что человек создал предмет новый? Нет. Он взял то, что уже существует, переделал, и этим можно пользоваться. Всевышний создал все идеально. То есть, это наше с вами внутреннее я, есть мое я, мой скелет, мое мясо, есть мое я, психологическое, да, или моральное, как хотите, так и называйте. И вот эта маска, которая прикрывает меня, она лишь помогает мне стать лучше, помогает мне как-то вырасти и в своих глазах и заодно еще не обидеть других. К слову говоря, тиран Руфус потом проиграл этот спор и не смог ничего сделать, кроме того, как казнить Рябе Акива. К сожалению, такая не очень веселая история, потому что Рябе Акива выиграла его по всем параметрам. Существует очень интересная библейская заповедь, которая связана с одеждами коинов, то есть, священнослужителей в храме. Очень подробно объясняется, как должна выглядеть их одежда, из чего она должна быть сшита и вот есть там такой момент. Сделай им нижнее платье, льняное, чтобы прикрывать наготу от талии до колен. То есть, смотря на этот отрывок, мы понимаем, что, видимо, есть какая-то часть тела, которая была открыта, да, и нужно было ее прикрыть, то есть, некий такой фартук сделать. Но, дорогие друзья, я вам открою секрет, что это не первая из одежд, которая уже перечисляется для Коина, для священнослужителей. У него там уже есть одежда, о чем здесь идет речь. Видимо, что есть что-то, что нужно еще сверху прикрыть, то есть, уже все закрыто, нужна новая одежда, которая бы снова помогла что-то не показать, что-то перекрыть. То есть, это маска, то есть, ваша маска, ваше лицо, оно потрясающе, оно красивое, ваше я, оно хорошее, но нужно все-таки защищать его тоже, нужно что-то одеть. И, в конце концов, маска может им и помочь. Знаете, есть такое высказывание, что праведный человек, точнее, грешный человек, который играет праведного человека, он не умрет без того, чтобы не стать праведным человеком. То есть, как бы он доиграется по факту, да? Или же, просто же пример, знаете, когда бывает, что вы изображаете, что у вас болит живот, и он начинает, действительно начинает болеть. То есть, как бы вы вживаетесь в эту роль. Единственное, что нужно просто играть хорошую маску, правильную маску. Из этого всего, что мы сейчас с вами сказали, что можно понять? Понять уже можно было давным-давно, потому что я хотел сказать только одну мысль. Маска – это неплохо. Но маска должна быть красивой. Не нужно рисовать на своем лице какую-то грустную маску. Нужно делать что-то доброе, хорошее, милое, милое и правильное. Маска должна помогать вам, должна помогать всем окружающим. Либо беречь их от чего-то отрицательного, либо же давать им что-то положительное. Одевайте маски. Пусть у вас их будет много. Это правильно, это хорошо, потому что человек не может бежать без маски. Но пусть эта маска всегда улыбается вам и всем остальным. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok